Большие гастроли. В рамках проекта Минкульта в Иваново приехала труппа Смоленского драматического театра имени Грибоедова. Местным зрителям они привезли четыре постановки. Сказку «Король Дроздоборот», комедии положений «Папа в паутине» и «Палата бизнес-класса», а также любовную историю по мотивам пьесы Маэма «Верная жена». Гастрольный тур открыл детский спектакль. Зал полный, ни одного свободного места. Организаторы отмечают, так будет все выходные. Ивановцы ходят на постановки гостей с удовольствием, как на праздник. Гастрольный зритель всегда немножко ждет праздника. Он приходит даже с чуть большим удовольствием, чем обычный зритель. Как бы ожидая. Как бы все равно, помните, это бременские музыканты. К нам иностранцы приехали. Поэтому гастролеров воспринимают всегда немножко как иностранцев. То есть, пойдем посмотрим. Смоленцы приезжают в наш город уже второй раз. Сцены не очень довольны, слишком проста для их постановок. Нет кольца, круга, штанкетов недостаточно. Поэтому привезли спектакли попроще, которые вытягивают игрой актеров, а не спецэффектами. Мы, в принципе, ничего не можем развернуть даже на сцене. Вот сказка «Садко» у нас есть. У нас выплывает нос корабля целый с веслами. То есть, в дыму. Это все очень впечатляет, когда мы на своей сцене это делаем. А у вас это негде развернуть. Ну, просто ее поставить некуда. Пока ивановских зрителей покоряют гости из Смоленска, большая часть труппа драматического с ответным визитом у них в гостях. Говорят, принимают на ура. Мы туда повезли четыре взрослых спектакля и один детский спектакль. Вечерний спектакль – это «Безумный день женити по фигаро», «Блэс», «Ужин по-французски, будьте здоровы». А детский спектакль – «Стоптанные башмачки». Претензии артистов Смоленска обоснованы. И это уже не первый случай, когда местная сцена не подходит для гостей. Технические условия, такие как свет, его не меняли с 70-х годов, причина для отказа выступлений труппа у мастерской Петра Фоменко. Но этот вопрос будет решен уже летом. Область выделила на обновление светового оборудования 10 миллионов рублей.